Геном борщевика Сосновского. У него такого очень много. Прямо вот где у других один ген, у него десяток. И вы можете отсюда привести ниточку к тому, почему он такой молодец, растет везде, где хочет? Нет? Не очевидно, да? Да, это вот, да, это все сразу стремятся сказать, а вот почему он такой молодец. Вот оказывается, в чем дело, да. Да, нет, это не так. Ну вы когда-нибудь задумывались скрестить растения и животные? Есть несколько таких экзотических экспериментов, когда делали слияние ядер клеточной культуры человека и орбидопсиса. Я весь в нетерпении. И что получилось? Это «Вопрос науки». Я Алексей Семихатов. Здравствуйте. Мы хотим поговорить сегодня о том, что происходит внутри растений. А происходит там нечто совершенно необычное. Растения обращаются со своим геномом, способом, который для нас абсолютно смертелен, а они получают от него пользу. Можем ли мы позаимствовать что-нибудь у них для своей пользы? У меня в гостях сегодня Мария Дмитриевна Логачева. Здравствуйте и добро пожаловать в программу. Мария Дмитриевна – кандидат биологических наук и старший преподаватель Центра наук о жизни Скалтеха и старший научный сотрудник лаборатории геносистематики растений в Научно-исследовательском институте физико-химической биологии имени Белозерского Московского государственного университета. Одним словом, вы специалист по геномике растений. Здравствуйте, Алексей. Спасибо за приглашение. Я узнал примерно от вас, когда готовился к передаче, хотя и не напрямую, что действует удивительное правило. Что для нас смерть, то растению хорошо. Увеличение количества хромосом, просто лишней ДНК для нас губительный, ну или почти губительный, или губительный для растения, объясните мне, пожалуйста, им от этого здорово. Вообще, чего происходит? Почему такая разница? Зачем им это нужно? Как это получается? И чем объясняются вот две такие противоположности? Это же тоже клетка, те же механизмы работают. Да, да, действительно, такая закономерность есть. Вот у меня на эту тему есть даже такая, такая в любимом многими жанре мемов картинка. Замечательная картинка. О, замечательная картинка, да. Да, что действительно для животных, по крайней мере, если говорить про млекопитающие, человек и там всякие модельные объекты, мыши, крысы, если у них произойдет увеличение числа хромосом, то это, ну, если говорить о человеке, это в лучшем случае синдром Дауна, и это действительно лучший случай, а, скорее всего, это просто будет гибель либо в пренатальном периоде, либо вскоре после рождения. Что касается растений, то у них подобные увеличения, уменьшения, изменения числа хромосом происходят очень часто. И вот если посмотреть на эту схему... У нас сложная схема, скажите в двух словах, здесь что? Да. Это эволюционная история растений наземных, и здесь вот отмечены такими цветными блоками вот эти вот удвоения. Их называют дупликациями, полногеномными дупликациями. То есть весь геном начинает существовать в удвоенном числе. И это наследуется? Да, да. То есть то, чего млекопитающим противопоказано даже в малом количестве? Просто удваивается? Да, здесь все потомки такого растения несут это удвоенное число хромосом, и эти потомки мало того, что никак не страдают, наоборот, они получают новые какие-то свойства, которые дают им, по всей видимости, эволюционные преимущества, потому что вот у общих предков всех крупных групп, вообще всех наземных растений и цветковых растений, и в разных группах цветковых растений, буквально во всех семействах такие дупликации происходили. И подождите, и сейчас, и сейчас мы знаем, что в них одна и та же информация просто содержится, просто копии в клетке, несколько копий одной и той же ДНК с той точностью, с какой ее можно химически скопировать. Смотрите, там такая история. Есть у растений, на самом деле, есть два способа удвоения генома. Они называются автополиплоиде, это когда в пределах одного вида, то есть действительно, да, возникают точные копии. И алополиплоиде, это когда комбинируются геномы из двух близких, но разных видов. А как они попадают? За счет гибридизации межвидовой, что тоже для растений. Еще одна вещь, которая для растений очень характерна, которая очень часто происходит и очень много используется, в том числе людьми, для селекции. Ну и тоже, опять-таки, для растений характерно довольно слабо. Тоже встречается, но гораздо реже. И такие удвоения, вот после того, как оно произошло, это сначала, да, точные копии, ну или немножко отличающиеся, если разные виды. А потом начинают, потом они в ходе эволюции начинают видоизменяться, вот согласно такой схеме. Вот у нас был исходный набор. Это в одной клетке примерно? Да. Да. Ну сначала в одной клетке, и потом дальше по мере развития во всем, что из этой клетки образовалось. Вот. Вот было по одному. Были гены в одной копии, потом они удвоились, а потом дальше с ними могут начинать происходить разные вещи, независимо с каждой из таких вот пар. Каждая, пишите, каждое, то, что исходно было копиями, начинают отдельно эволюционировать внутри клетки, ну, при делении клеток, грубо говоря. Да, да, совершенно верно. То есть у нас, скажем, вот у растения было 30 тысяч генов, потом в жух их стало 60 у потомков этого растения, а дальше в следующих поколениях эти 60 тысяч, они могут по-разному взаимодействовать. Вот эти вот пары, из пары может один ген теряться, и просто от него не остается следов. Либо он может немножко видоизменяться за счет мутаций и приобретать какую-то новую функцию. Причем эти функции могут быть радикально разными. Известны случаи вплоть до таких, что один ген вот из того, что исходно было одним и тем же геном, потом в результате удвоения стало два, и потом один становится активатором какого-то процесса, другой становится, наоборот, репрессором, подавителем. Вот настолько могут быть сильные изменения. Потрясающе. Это называется неофункционализация. Когда вы говорите, что растения получают от этого скорее преимущество, чем что-нибудь другое, это именно из-за того, что, не знаю даже, как сказать, как-то более легкое возникновение, более разнообразной функции, что ли? Да, да, появляются новые возможности. Либо это может быть не такое сильное изменение, а, скажем, эти два гена, вот они были одним и тем же, делали одно и то же, а потом за счет каких-то небольших изменений, не таких радикальных, они начинают, ну, либо, может быть, немножко в разных условиях проявлять свою активность. Например, одно в нормальных условиях, а другое в каких-то стрессах. Например, условно говоря, засухи, да. Да. Или, может быть, в разных органах. Одно начинает работать в листе, другое в корне. У исходного растения до удвоения у него такой возможности не было. Здесь она появляется. То есть расширяется пространство генов, расширяются возможности адаптивные. Есть ли способ коротко сказать, почему это только у растений, почему у животных, у условных мышек, крысок, котиков и у нас не только ничего такого нет, но нам это категорически противопоказано? Нет. Вот здесь, к сожалению, не могу сказать. Это вопрос действительно, который меня саму интересует. И часто вот и студенты меня спрашивают. Можно только говорить о некоторых корреляциях. У животных, на самом деле, у некоторых групп тоже бывают такие дупликации, но это животные такого типа. Это рыбы, амфибии, рептилии. То есть вот что-то такое нетеплокровное. Может быть, как-то это связано с теплокровностью, но как тут нету, к сожалению, каких-то хороших гипотез, которые бы это четко объясняли. Правильно я понимаю, что, чуть продолжая вашу мысль, можно так сказать, что в общем мы можем напихать в клетку растений, я очень угрубляю, более-менее любые гены, и смотреть, что получится. И в этом смысле выращивать, производить, придумывать растения совершенно любыми свойствами. Ну, скажите, да. Ну, с одной стороны, да. Потому что у растений, помимо вот таких вот полногеномных удвоений, еще у них бывают мобильные элементы. Мобильные элементы – это такая эгоистичная ДНК, которая сама себя копирует, ничего полезного не делает. Мобильные элементы, я думал, что это кусочки в ДНК, которые скачут и меняют местоположение. Да, да, это кусочки ДНК, но они могут… Там бывают разные, они могут… Есть такие, которые меняют положение, то есть они как бы вырезаются, вставляются на новое место. А бывают такие, которые производят свои собственные копии и остаются и исходные, и вставляются на какое-то новое место. Они нужны для чего-нибудь нет? Нет, они… Нет, они для чего не нужны, они вот это яркий пример того, что называется эгоистичная ДНК, и они тоже могут в геномах растений присутствовать и активничать очень… И как связаны мобильные элементы, как связаны с идеей, которые я вам предлагаю, вы вроде соглашаетесь, что мы сейчас пойдем и вырастим, и создадим растения с совершенно невидными свойствами. Да, что можно, что можно напихать чего угодно, ну вот потому что, действительно, если много какой-то ненужной ДНК туда вставляется, то в принципе, да, можно. А почему мы это не делаем? Можно и что-то нужно. Ну как не делаем? Почему не делаем? На самом деле делаем. Генетическая модификация растений очень распространена, но ее широкому использованию мешает несколько вещей. Во-первых, это такие чисто юридические, регуляторные. Но нет этических. Ну, нам же, может быть, даже мышек немножко жалко, хотя биологам не очень, но, ну, для науки. Но растения нам как бы не очень жалко совсем. Да, с растениями можно более спокойно экспериментировать. И, например, такие методики, как генетическое редактирование, они уже во многих странах применяются в практической селекции, тогда как использование их для медицины, оно, о нем много говорят, там, за него дали Нобелевскую премию, к нему привлечено все внимание. Криспор. Криспор Каст, да, вот. Именно это. Но до практического использования в медицине там пока что далеко. И, скажем так, не хочу никого обижать, но не факт, что вообще дело дойдет. Но бог с ней с медициной. Давайте вот условно вырастим растения, создадим растения, которые поглощают, ну, я не знаю, в два раза больше углекислого газа и в корне куда-то там его в почву запасают. Займемся таким делом и решим климатическую проблему человечества заодно. Как насчет гена, который что-нибудь такое делал? Нет, здесь сложность, да, здесь сложность такая, что практически это еще кто-то из великих генетиков прошлого, сейчас не могу точно сказать кто, но вот кто-то сказал, что, может, Тимофей Фрисовский, и, кстати, что один ген влияет на все признаки, и, наоборот, каждый признак определяется всеми генами. Это, конечно, утрирование, но, правда, некоторое в нем есть, что, на самом деле, очень мало признаков, которые бы определялись только одним геном, и, соответственно, поменяв этот ген, там, убрав, или, наоборот, как-то усилив, изменив, мы бы могли получить этот признак. Нет такого простой регулировки одной, да? Нет, нету. Это мы можем, ну, в лучшем случае, там, какую-нибудь розовую розу, красную сделать белой. Вот это да, надо сломать путь синтеза антоциана, и она станет белой. А вот, например, придать ей другую окраску, вот то, о чем мечтали селекционеры, сделать голубую розу. Это пытались сделать... Генетически, генетически, генетически. Да, кучу генов вставили, и лучшее, что удалось, это такая вот, ну, она вот фиолетовая, я бы не сказала, что прямо синяя. Ну, то есть гены взаимодействующая система сложная, с обратными связями, и совершенно непонятно, что одно нужно крутить, или какие пять ручек нужно крутить, чтобы добиться желаемого результата. Да, если говорить конкретно о фотосинтезе и об усвоении углекислого газа, то для того, чтобы оно происходило более эффективно, нужна не только активность определенных ферментов, но нужны специальные анатомические структуры. Они есть у растений, которые называются С4, но вот для того, чтобы их создать, воссоздать у обычных растений, есть несколько путей фотосинтеза, такой стандартный, привычный нам носит название С3, и такой вот усиленный, улучшенный С4. И, например, рис, он С3, и есть проект С4 риса, вот сделать его таким, а кукуруза С4. Вот есть проект, направленный на то, чтобы сделать рис таким, как кукуруза. А, то есть кто-то все-таки об этом думает? Да, да, естественно, проект идет, но сейчас, я бы сказала, он находится так немножко в состоянии, как... Был такой грубый анекдот про то, как делать масло из одной несъедобной субстанции. Уже мажется, но еще пахнет. Примерно так же с этим рисом, пока успехи не очень велики. Если бы вам дали, показали бы, ну, как-то описали бы, не знаю, в каких терминах, геномы не сказали бы, чего это геном, вообще бы ничего не сказали. Сколько вам понадобилось бы информации, чтобы решить, растение это или животное? Я думаю, что достаточно быстро я бы это смогла определить. Потому что есть, во-первых, такие совсем простые базовые параметры, как нуклеотидный состав. Он отличается немножко у растений, у животных. Дальше по длине генов, по количеству генов. У животных очень много однокопийных генов. У растений есть очень много того, что называется семейств генов. То есть там найти ген, который существует только в одной копии, это вообще большая редкость. А большинство из них это 2, 3, 5, 10. Это отчасти другая сторона этой истории, да? Что они не стесняются копировать. В пределах одной и той же ДНК они не стесняются копировать один и тот же ген. Ну, собственно, это результат, да. Это сочетание полногеномных дупликаций, из которых там что-то теряется, конечно, а что-то остаётся. И тоже часто случающихся удвоений таких менее крупномасштабных, когда просто кусок хромосомы удваивается. Нет, целиком хромосомы. А, то есть они это любят? Они берут и удваивают свой кусок хромосомы? Да, да. Ну, или менее крупные куски. Например, вот недавно вышла наша статья про геном борщевика Сосновского. У него такого очень много. Прямо вот где у других один ген, у него десяток. И вы можете отсюда привести ниточку к тому, почему он такой молодец, растёт везде, где хочет. Нет? Нет, нет. Не очевидно, да? Да, это вот, да, это все сразу стремятся сказать. А вот почему он так повреден. Вот оказывается, в чём дело, да. Да, нет, это не так. Это на самом деле свойство общее для очень многих растений, относящихся к той же группе. Там же ещё кориандр, сельдерей, там разные другие виды борщевиков, в том числе безвредные. И, конечно, ну, все они и близко не обладают такими свойствами, как борщевик Сосновского, но у них тоже эти удвоения есть. Но вот что у них есть общего, что у них больше определённых вторичных метаболитов, то есть, ну, вещества, которые они могут производить. Как правило, это вещества, которые необходимы им для защиты от вредителей, от каких-то патогенов. И, собственно, вредные свойства борщевика Сосновского, они определяются тоже в том числе такими веществами. И, на самом деле, все остальные растения из этой группы, они тоже их производить могут, просто, видимо, не в таких больших количествах, как борщевик, поэтому они для нас не вредны. Вы подсказываете мне идею, которая наверняка, если она разумна, если она не разумна, вы сразу про это скажете, а если она разумна, то она наверняка обсуждается. Идею фактически, как я вас слышу, использовать растения, клетки растений, как фабрику, которую можно заставить при желании, при успехе, неком везении, наверное, производить, более-менее, чего я хочу. Да. Ну, условные какие-нибудь там лекарства, что-нибудь еще. Да, да, это, да, это, естественно, делается. Ну, может быть, не совсем то, что вы хотите, а то, что хочет и может само растение, да, потому что, несмотря на большие успехи органической химии, когда, казалось бы, любое соединение, сколько угодно сложное, мы можем синтезировать, это на самом деле не так. Очень многие вещества, они до сих пор не поддаются синтезу в искусственных условиях, они производятся именно таким образом, либо непосредственно из растительного сырья, либо сейчас такой более современный способ, это культура клеток растений делаются. А, можно культуру, не обязательно живое растение, можно культуру клеток. Да, в таких больших реакциях. Ну, то есть используют его как фабрика, как фабрика. Да, да, да. Это, например, таксол, это вещество, из которого делают один из способов терапии от рака. Причем такое вполне, это не какая-то там народная медицина, это FDA-approved лекарство. Продолжая эту мысль, что мы могли бы, вот вникнув, как вы вникаете, в генетические механизмы в растительных клетках, в каком-то смысле взять себе, не CRISPR-Cas9, а вот чем воспользоваться можно? Было бы, пусть в далекой перспективе, вот у вас мечта какая могла бы быть? Вы имеете в виду именно для себя или для изменения растений таким способом? Для животных, начнем с животных, начнем с котиков, а потом, глядишь, и до людей дойдет дело. Ну, котикам нет, пожалуй, да, пожалуй, не подойдут рецепты из растений. То есть, подождите, вживить котику хлорофилл, чтобы он погревшись на солнце. Ген, который производит хлорофилл, как вы говорите, там еще целый механизм должен быть, чтобы котик погрелся на солнце и прообедал. Это не работает. Более того, там должен быть целый механизм защиты, потому что фотосинтез – это, в общем, такой опасный процесс, в ходе которого вырабатываются вещества, которые для клетки токсичны. Перспективы, которые вы видите, пользы такой, знаете, не только научной, что само по себе прекрасно, а что-нибудь произвести, что-нибудь сделать, что-нибудь изменить, что-нибудь улучшить, зная генетические механизмы, оседлав генетические механизмы растений, вот эти их особенности, о которых вы говорите. Прежде всего, конечно, это относится к изменениям, которые мы делаем с самими растениями, которые полезны для сельского хозяйства. Тут, конечно, прежде всего, современным людям приходит в голову ГМО. Ну, хорошо, ГМО у нас не разрешены, но даже в рамках традиционной селекции, зная особенности генома растений, можно много сделать. На самом деле, даже еще и до того, как их настолько хорошо поняли, в практике это уже использовали. Скажем, полногеномные дупликации – это та вещь, которые делали с начала, пожалуй, 20 века, уж как минимум, с середины, так уж точно, с помощью колхицина. Ну, у нас это все затормозилось, это направление, благодаря товарищу Лысенко. Но, в целом, во всем мире это используется. Колхицин – это как раз такое вещество, которое искусственно делает такие изменения, которые приводят к полногеномным дупликациям. Аналогично межвидовая гипридизация, которая тоже в селекции очень широко использовалась и до сих пор используется. Сумасшедшие идеи меня не оставляют, конечно. Все-таки, ну, вы когда-нибудь задумывались скрестить растения и животные? Есть ли на это видимый вам генетический или какой-то там функциональный запрет, в смысле функционирования клеток и клеточных механизмов? Или, если у нас действительно все одно и то же, мы все родственники, то это возможно? Нет, нет. Искусственно есть, да, есть несколько таких экзотических экспериментов, когда делали слияние ядер клеточной культуры человека и орбидопсиса. Это растение, это модельный объект генетики растений, ну, можно сравнить с дрозофилой. Да. Такое маленькое, дающее много семян, быстро развивающийся. Я весь в нетерпении. И что получилось? Но на самом деле весь смысл этого эксперимента был только в том, чтобы смотреть, как там вот это чужеродная ДНК, как она будет видоизменяться, там, какие участки будут теряться, какие оставаться, насколько она будет стабильна, но потом как-то получить из этого какой-то жизнеспособный организм, это нереально. Я иногда слышу в популярных изложениях, что у меня, поправьте меня, там, и у банана, там, 30% общего генома, если не больше. Это как вы прокомментируете? Ну, это, скажем так, про все такие цифры, надо вот, когда вы что-то подобное слышите, надо прямо сразу спрашивать у человека, а что именно ты имеешь в виду, вот, проценты чего? Потому что, если говорить, например, просто о нуклеотидах, то у нас 100% с ними совпадает, а ТГЦ есть и там, и там. Вот, здесь имеется в виду, скорее всего, то, что действительно есть некоторые гены, которые определяют самые консервативные процессы, то есть такие, которые есть во всех клетках, это, в частности, репликация ДНК, копирование, да, производство по матрице ДНК РНК и по матрице РНК белка, ну, вот такие вот вещи, которые действительно есть везде. Теклотучая за рибосому. Да, да, и тут уже, конечно, ну, не только с бананом, тут уже становится верна фраза Нобелевского лауреата Мано, которую я вообще-то не люблю, но в данном конкретном случае готова согласиться. Он сказал, что то, что верно для эшерихи и коли, это бактерия такая, тоже стандартная объект генетиков, молекулярных биологов. Вот то, что верно для эшерихи и коли, будет верно и для слона. Ну, очевидно, да, мы можем придумать примеры, когда это не так, потому что у эшерихи и коли нету хобота, ну, и, в общем, по многим другим деталям они тоже отличаются. Но действительно, в этих базовых механизмах, конечно, они будут похожи, и также будут похожи, мы, по крайней мере, сможем проследить сходство между генами, которые за эти механизмы отвечают. Видимо, имеется в виду вот это. Давайте я в завершение спрошу. Главное, с вашей точки зрения, чего мы, ну, или одно из главных, для вас самое интересное, чего мы не знаем про геномы растений, которыми вы занимаетесь? Где границы проходят? Чего хотелось бы, чего вам хотелось бы, чтобы за пять лет выяснилось? Ну, вот, действительно, очень интересный вопрос, почему, почему растения так устойчивые, и даже не то, что устойчивые, наоборот, получают преимущество от полиплоидии, тогда, как многие другие группы, вот, в частности, к которым мы имеем сомнительное счастье принадлежать, почему на них это так плохо действует. Очень интересно было бы узнать, все-таки, границы подвижности генома растений, потому что, да, с одной стороны, кажется, что, ну, вот, если там и удвоение, и транспозоны прыгают, и ничего страшного не происходит, да, мобильные элементы, но в то же время всякие, кто занимался генной инженерией растений, знают, что на самом деле растения не очень-то любят, там, какие-то лишние... Ну, как бы вы мне говорили, что что угодно положить туда нельзя, да? Да, да, вот где границы, чем определяются эти отличия, почему какие-то элементы хорошо приживаются, а какие-то сразу подвергаются то, что называется замолканию. Если бы это можно было понять, это можно было бы, этим можно было бы управлять. Спасибо за ваш интересный рассказ. Растения дают нам не только кислород, еду и многое другое, но и представляют удивительный, замечательный предмет для изучения, и они многому могут нас научить, в том числе про нас самих. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин